Теперь, когда мы узнали, что алгоритм сортировки слиянием работает за время n-log-n, ну то есть в частности мы вообще узнали, что массивы можно сортировать за время n-log-n, это у нас было обещано еще в главе про жадные алгоритмы, мы докажем слегка даже удивительную вещь. Мы докажем, что любой корректный алгоритм сортировки, который основан на сравнениях, будет в худшем случае на массиве размера n делать не меньше, чем ω от n-log-n сравнений. Тем самым то, что мы докажем, это то, что эта задача в общем-то и не может быть решена быстрее, чем n-log-n, но вот с таким вот важным ограничением. Мы предполагаем, что наш алгоритм для сортировки элементов просто берет их и сравнивает. То есть мы рассматриваем в некотором смысле такую очень упрощенную модель. Можно представлять себе это таким образом. Вот представьте, что наш алгоритм это просто последовательность взвешиваний на чашечных весах, а сортируем мы, например, шары, которые выглядят одинаково, ну или там камни. Ну пусть будут шары, да, они выглядят совершенно одинаково, но веса у них разные. Они там, возможно, из разного материала сделаны. И у нас есть чашечные весы, на которые мы можем класть по два шара, но они нам будут говорить, кто из них там легче или тяжелее. Соответственно, алгоритм наш в такой ситуации это нечто очень такое простое. Это последовательность действий к этим весам, которые говорят, вот сначала сравни там пятый и восьмой шар. Если пятый легче, то возьми и сравни второй и третий, а если восьмой легче, то там тот и тот. Вот алгоритм будет описываться таким образом. И мы хотим сказать, что каким бы умным ни был алгоритм, в какой бы последовательности он ни сравнивал, ему придется в худшем случае сделать не меньше, чем некоторая константа умножить на n лог n сравнений на массиве размера n. Не исключено, конечно, что на каких-то массивах он будет работать быстро. То есть, например, если ему как-то уж очень так повезло, ему дали на вход отсортированный массив, а он прямо так и начал сравнивать. Он сначала сравнил первый со вторым, увидел, что первый легче. Потом сравнил второй с третьим, увидел, что второй легче. Потом третий с четвертым, ну и так далее. После n сравнений, ну даже n минус одного, он поймет, что все, последовательность отсортирована и сразу остановится. Но это такой для него хороший случай. Вот мы хотим сказать, что не может быть так, чтобы на каждом массиве алгоритм отработал быстрее, чем за n лог n. Еще раз, это говорит нам только, что алгоритмы, основанные на сравнениях элементов, будут работать не меньше, чем n лог n. В дальнейшем мы увидим, что бывают алгоритмы, которые занимаются чем-то другим. То есть, если мы сортируем, например, числа, то мы заранее что-то про наши объекты знаем. То есть, числа не обязательно иногда сравнивать, чтобы понять, что одно меньше, чем другое. Например, если вы сортируете биты, то есть у вас есть массив, и он состоит просто из ноликов и единичек. Вам не надо запускать там сортировку слияния. Вам надо просто посчитать, сколько у вас во входном массиве нулей и сколько единиц. А потом в выходной массив записать нужное количество нулей и нужное количество единиц. Это сделается за линейное время. Но, как видите, мы это делать будем не сравнениями. Мы пользовались тем, что у нас вот что-то мы знаем про исходные объекты. Так, все, достаточно болтовни про эту лему. Давайте ее доказывать теперь. Для доказательства нам будет удобно, мысленно представить себе такое дерево сравнений. Вот, как мы уже сказали, любой алгоритм, основанный на сравнениях, он начинает там с того, чтобы сравнить какие-то два элемента. Но вот давайте такое огромное дерево себе представим. Алгоритм первым делом сравнивает какие-то два элемента. Если там первый из этих элементов оказался меньше, чем второй, то он делает что-то одно. Ну, то есть сравнивает какие-то другие два элемента. А если сравнение в другую сторону прошло, то что-то другое. Ну, вот давайте просто выпишем все такие варианты событий. Получится такое дерево. Ну, вот здесь, например, показано дерево сравнений такого некоторого алгоритма, который сортирует три элемента. Давайте посмотрим, что он делает. Он сначала спрашивает, верно ли, что первый элемент меньше, чем второй. Ну, если это верно, тогда он спрашивает, а верно ли, что второй меньше, чем третий. Если это опять оказывается верно, то все, алгоритм сразу знает, что можно сказать, что первый элемент это самый маленький, за ним идет второй, а за ним идет третий. То есть после двух сравнений он уже все узнал. С другой стороны, если вот здесь вот оказалось, что вот это сравнение не пошло, то есть мы идем вот в эту ветку, тогда что мы знаем? Мы знаем, что А1 меньше, чем А2, и мы знаем, что А2 больше либо равно, чем А3. То есть в этот момент мы знаем, что А2 самый большой элемент. Вот здесь вот мы узнали, что А2 больше, чем А1, а вот здесь мы узнали, что А2 больше либо равно, чем А3. Но мы по-прежнему не знаем, как сравниваются элементы А1 и А3. Поэтому нам надо сделать вот это последнее взвешивание. Ну и если А1 меньше, чем А3 окажется, тогда мы говорим, что последовательность отсортированная, она вот такая вот. Если А3 окажется меньше, ну меньше либо равно, то вот такая вот. Ну и так далее. То есть любой алгоритм, основанный на сравнениях, ведет себя так. Он сравнивает элементы, сравнивает, 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 пока в конце не дойдет до понимания того, какой массив отсортированный. Какова перестановка нашего массива, в смысле, которая дает упорядоченность по неубыванию, ну и, соответственно, придет в лист нашего дерева. Тому у нас получилось дерево, в каждой внутренней вершине которого сравниваются два элемента, а каждый лист которого помечен некоторой перестановкой. Ну вот, искомой перестановкой. Теперь, чтобы получить нижнюю оценку, нам надо просто это дерево проанализировать. Вот несложное, но важное замечание. Если алгоритм корректный, то в дереве должно быть, в соответствующем его дереве, должно быть хотя бы n-факториал перестановок. Но это несложно видеть, просто потому что понятно же, что алгоритм обязан отсортировать любую. Просто раз он корректный, то во всех листах, в смысле, каждая перестановка обязана появиться в каком-то листе. Потому что не исключено, что это и будет именно та перестановка, которая должен быть помечен, которая соответствует отсортированному массиву. Итак, мы знаем, что число листьев больше либо равно, чем n-факториал. То есть оно больше либо равно, потому что вообще-то не исключено, что в разных ветках нашего алгоритма могут одни и те же перестановки получиться. Ну, почему-то так может быть. Вообще, все число перестановок на n-элементах равно n-факториал. Давайте теперь думать, какое же отношение наше дерево имеет ко времени работы нашего алгоритма. Ну вот мы аккуратно сформулировали нашу лему. Мы сказали, что число сравнений, которое понадобится нашему алгоритму, это и есть время работы. Но действительно, время работы уж не меньше, чем число сравнений в худшем случае. Худший случай для нашего алгоритма, ну вот как в нашем маленьком примерчике было, вверху был такой лучший случай, за два сравнения мы узнали. Следующая ветка, которую мы рассмотрели, это был такой худший случай, самая длинная ветка. Ну вот самая длинная ветка нашего алгоритма, это и есть худший случай для него. В этой ветке он как раз сделает число сравнений, равное глубине, ну в количестве ребер этой ветки. Теперь давайте подумаем, как же мы можем, то есть что мы теперь знаем? Мы знаем, что в нашем дереве много листьев, хотя бы n-факториал. И мы хотим доказать, что у него достаточно большая глубина. Ну интуитивно это ведь и понятно. Если в дереве много листьев, то как у него может быть маленькая глубина? То есть то, что нам теперь нужно сделать, это заметить, что верно вот такое вот свойство, что d больше либо равно, чем логарифм 2 на l. Ну или что то же самое, если возвести там это неравенство, 2 в степени этого неравенства, то есть как каждую часть, 2 возвести в каждую часть этого неравенства, то получим вот, что 2 в степени d больше либо равно, чем l. Ну действительно, вроде бы это понятно. Понятно, что если у нас есть глубина d в дереве, то каким образом можно заработать себе в этом дереве много-много листьев? Ну вот предположим, у нас есть там, не знаю, какое-нибудь вот такое вот дерево. У него глубина у нас сейчас 3, да? У него сколько листьев? 1, 2, 3, 4. Ну то есть действительно 2 в степени 3 это 8 больше либо равно, чем 4. Ну а вообще как можно было бы в дерево глубины d заработать себе побольше листьев? Ну конечно надо каждую ветку вот прямо добить до глубины d, чтобы от этого количество листьев у нас может только увеличиться. Правильно? То есть когда мы начинаем ветвиться, соответственно вот в таком дереве глубины 3 в нем ровно 8 листьев. Ну и в общем случае в дереве глубины d может быть уж никак не больше, чем 2 в dt и листьев. Ну вот это здесь и написано. l меньше либо равно, чем 2 в dt. Ну отлично. Что мы тогда знаем? Мы знаем, что наше время работы, то есть глубина в худшем случае, больше либо равно, чем логарифм двоичный от количества листьев. А количество листьев это хотя бы n! Ну то есть все, что нам надо доказать, это то, что логарифм двоичный от n! Это действительно омега от n лог n. То есть это растет быстрее, чем некоторая константа c умножить на n лог n. Но есть два способа, как минимум два способа это доказать. Первый способ это вспомнить формулу стирлинга. Ну если вдруг вы ее там уже проходили, не знаю, или может уже помните, или проходили и забыли. Ну вот так или иначе, она говорит, что n! растет примерно как 2πn, то есть это достаточно хорошее приближение. 2πn умножить на n поделить на e в степени n. Ну вот нам вот эта часть даже сейчас не важна. Просто если теперь прологарифмировать n! вот по этой формуле, то расти это будет как логарифм от n поделить на e, ну и в степени n. Когда мы логарифм от этого всего возьмем, вот эта степень, она просто вынесется, ну и получится n умножить на логарифм n делить на e. Логарифм от n делить на e это логарифм от n минус логарифм е. Логарифм е это в любом случае константа, поэтому нам это про нее можно забыть, поэтому растет все это действительно как n лог n. Это один способ показать, ну понять, что логарифм двоичный n факториал растет как n лог n. Еще один способ есть такой, это тоже стандартный такой удобный трюк, то есть вы хотите показать, что вот произведение, ну логарифм от n факториал растет как n лог n. Значит, да, во-первых, почему логарифм от n факториал растет не быстрее, чем n лог n? Кто такой n факториал? n факториал это вот такие произведения чисел 1 на 2 на 3 и так далее на n. Ясно, что это меньше либо равно чем n в степени n. Потому что здесь просто произведение n чисел и каждая из них меньше либо равно чем n. Соответственно, если взять логарифм от n в степени n, то это и получится n лог n. Соответственно, логарифм от n факториал растет явно не быстрее, чем n лог n. Ну и в этот момент хочется тоже понять, не слишком ли грубая у нас получилась оценка. Потому что здесь вот произведение n чисел и вообще-то из них в начале идет там, по крайней мере, довольно много чисел, каждый из которых меньше чем n. Поэтому, возможно, вот это вот уж слишком грубое. Даже когда мы перешли к логарифму. Ну вот есть такой стандартный трюк. Давайте про n факториал лучше скажем вот, что с одной стороны это, конечно, меньше либо равно чем n в степени n. Но с другой стороны это больше либо равно чем n пополам в степени n пополам. Почему так? Ну, просто потому что мы возьмем и рассмотрим вот последние n пополам членов этого произведения. Там как раз-таки ровно n пополам членов и каждое из этих чисел больше либо равно чем n пополам. Вот, соответственно, это просто загрубление с другой стороны. Ну, теперь, чтобы посчитать логарифм от n факториал, можно взять вот от этого всего логарифм двоичный. То есть логарифм от n пополам в степени n пополам. Ну, это просто равно n пополам умножить на логарифм n пополам, ну, двоичный. Ну, а это в свою очередь есть там n пополам умножить на логарифм двоичный от n, ну, минус логарифм двоичный от 2, который равен единице. Вот. Ну, и того, как видно, ну, про эту минус единицу можно забыть, она растет медленнее гораздо чем логен. Ну, и про эту двойку тоже можно забыть, когда мы переходим там к большому или к тете или к омеге. И, соответственно, остается вот n лог n. То есть доказано. Давайте закрашиваю этот квадратик. Все, на этом переходим к заключению. Заключение. Давайте резюмировать. Мы с вами рассмотрели, начали изучать задачу сортировки. Я там не особо вначале распинался о важности этой задачи, потому что вроде бы и так понятно. Мы уже с вами видели несколько примеров, когда решать задачу на отсортированных данных получается гораздо быстрее. Классический пример — это алгоритм двоичного поиска. Когда для поиска ключа в заданном массиве, если мы ничего про массив не знаем заранее, нам приходится тратить линейное время. А если данные упорядочены, тогда мы работаем гораздо быстрее за алгоритмическое время. У нас было также два примера в главе про жадные алгоритмы, когда если предварительно отсортировать там точки или отрезки, то можно после этого за один проход что-нибудь решить, вместо того, чтобы в цикле каждый раз бегать и что-то искать. Тем самым мы смогли от квадратичного времени работы уйти ко времени работы NLUGN. Для задачи сортировки мы с вами начали, как обычно, с наивного алгоритма, с такого, с первого, что приходит, наверное, в голову, с довольно естественной вещи, просто потихонечку так отсортировать массив. Получили алгоритм сортировки вставками, который работает за время N в квадрате. После этого мы применили метод разделяя властвой, который мы сейчас и изучаем, чтобы получить алгоритм сортировки слиянием, который работает за время NLUGN. Основная его идея проста, как апельсин. Мы берем массив размера N, делим его на две части, сортируем каждую из частей независимо, а после этого сливаем две части за линейное время. Этот алгоритм использует у от N дополнительной памяти, то есть не является алгоритмом сортировки на месте, и эта память ему нужна, когда он сливает два массива. То есть по умолчанию не так понятно, как взять, например, массив размера N, у которого первая половина отсортирована и вторая, и прямо на месте элементы переставить за линейное время, чтобы получился полностью отсортированный массив. Поэтому мы просто выделяли новую память, туда все записывали. На самом деле есть трюки, которые это позволяют, как я уже заикался, но они более сложны. После этого мы показали, что любой алгоритм, который сортирует, так же как и сортировка вставками и слиянием, исходный массив с сравнениями потребует омега от NLUGN сравнений в худшем случае обязательно. Соответственно, из этого в частности следует, что алгоритм сортировки с слиянием асимптотически оптимален. В этот момент становится непонятно, зачем вообще еще какие-нибудь алгоритмы сортировки изучать, но мы с вами все-таки в следующей лекции изучим быструю сортировку, которая на практике на самом деле работает быстрее, чем алгоритм сортировки с слиянием, хотя у нее есть тоже и свои недостатки. Скоро узнаем.